В Оренбургском небе легкомоторный «Ансад» сегодня состоялась презентация казанского вертолета санитарной авиации. Медицинскому сообществу и руководству региона еще предстоит определиться в целесообразности использования подобных винтокрылых карет скорой помощи. В особенностях летательного аппарата и региональной политики в сфере санитарной авиации разбирался Александр Криволапов. Работа двух турбовальных моторов мощностью в 600 с лишним лошадиных сил каждый впечатляет. Ощущение под винтом неисприятных. Ветер сносит с ног, пыль в лицо. Между тем, этот геликоптер казанского завода считается легким. Взяв набор тонну с четвертью, «Ансад» с крейсерской скоростью в 250 км в час способен пролететь до полутысячи км без дозаправки. Однако и расход топлива впечатляет. 250 литров за час работы в небе. И это по сравнению с Ми-8 считается дешево. Час полета, по сведениям владельцев этого вертолета, он в два раза ниже, чем стоимость полета Ми-8. Ми-8 прожорлив, но более вместительный. На борт может взять несколько десятков человек легкомоторный «Ансад» не более двух. Но у него свои плюсы. Не нужна посадочная площадка, а это минута, на которой идет счет для жизни пациента. Ми-8 садится в Оренбургском аэропорту, а оттуда пациента в областную везет скорая. А это дополнительное время по загруженному Нежинскому шоссе. В районе ДТП, неважно, на дороге или, допустим, рядом, где только возможно. Главное, чтобы не было посторонних объектов. Самое привлекательное, конечно, что он может сесть вот здесь и рядом с лечебным учреждением, откуда пациенты эвакуируют. Оренбургские медики заинтересовались профильным модулем. Новинки даже примерили свои носилки к летательному аппарату. Все, можно кислород давать. Ансад предложение заманчивое, но оренбургское небо уже бороздит приспособленное под медицинские цели вертокрылая корова. Такое прозвище Ми-8 получил за внешнее сходство с этим копытным животным. Полеты оренбургской санавиации теперь выполняет компания из Сургута «Скол». А в прошлом году к пациентам летал приспособленный для спасения людей старичок Ми-8 1992 года выпуска местного аэропорта. В настоящее время используется вертолет 2018 года выпуска. 108 вылетов и в районе 128-130 пациентов перевезено. Дополнительный вертолет не помешает, посчитали в Оренбургском Минздраве, но желание порой не совпадает с действительностью. В тех случаях, когда необходима перевозка одного пациента на небольшое расстояние, конечно, целесообразнее использовать вот такой вертолет. А в некоторых случаях большой вертолет. Оренбургский Минздрав, как в поговорке, и хочется, и колется, и кто-то не велит. Ну, в общем, вертолет хороший. Хороший. Надо брать. Будем брать. Брать или не брать, над этим вопросом в Оренбурге еще будут думать. Тем временем контракты по обслуживанию санитарной авиации «Ансата» уже выполняют в Волгограде, Пскове, Кургане, Корму и Нижнем Новгороде, спасая сотни человеческих жизней. Оренбургий на развитие санавиации с федеральным бюджетом в этом году получит более 70 миллионов рублей. Внесет ли изменения в принятые решения сегодняшней презентации вертолета, пока неизвестно. «Ансат» пока улетел покорять соседние регионы. В практике санавиации «Аренбурге» уже были собственные малые вертолеты 2К-226, которые 9 лет назад обошлись казне в 100 с лишним миллионов рублей. Воздушные аппараты отработали 4 года, вышли из строя, выставлены на торги, но по последним данным так и стоят без спроса на ответственном хранении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова